Роман Далидзе Роман Далидзе один из немногих грузинов, который вполне может стать чемпионом в ближайшее время. В прошлом поединке он шокировал многих, когда вчистую отдал первый раунд, а во втором смог реабилитироваться за сабмити в топового бойца. И по итогу он находится в топ 10 среднего веса. И скоро он попытается взобраться еще выше, победив Марвина Витори. Всем привет бойцы, с вами канал Беларусь2ММА. В этом видео я расскажу, почему Роман Далидзе в скором времени может стать полноправным чемпионом. Но перед началом этого видео не забудьте подписаться на канал и поставить лайк, чтобы как можно больше фанатов смогли увидеть этот ролик. Давайте я вас немного познакомлю с его карьерой, чтобы вы немного имели представление об этом бойце. Так как Роман в топе недавно и мало кто знает его пройденный путь. Начал Далидзе карьеру в малоизвестном промоушене. Но после первого же боя он перебрался в более элитную лигу WWFC, где по итогу смог заполучить статус чемпиона. В этой лиге он провел 5 поединков и все смог закончить досрочно в свою пользу. И конечно же после такого крупные ММА промоутеры стали сыпать предложениями выступить у них в организациях. Поначалу UFC не было. Первыми, кто предложил сотрудничество Далидзе, стал азиатский промоушен 1FC. За ним последовал Райзен. Но после того, как они начали рассматривать эти предложения и одно из которых они уже хотели подписывать, появляются на радаре боссы главного промоушена мира и предлагают ему контракт. Естественно, Роман выбрал UFC и после подписания он стал официальным бойцом главной лиги мира, где в дебюте смог нокаутировать нынешнюю поп-ММА звезду Хадиса Ибрагимова. Затем решением он смог одолеть Джона Аллана, а после его ожидало обидное поражение Тревену Джаязлу. Но Роман не пал духом и спустя какое-то время он вышел на стриг из четырех побед подряд, три из которых были добыты досрочно. И вот сейчас Роман Далидзе находится в топовой десятке среднего веса. И на номерном ивенте UFC 286 он попытается залететь еще выше, победив итальянскую борцуху Марвина Витори. Получится ли ему победить, мы узнаем лишь в самом поединке. А прямо сейчас давайте поговорим, с помощью чего Далидзе способен стать чемпионом, какие на данный момент у него есть навыки, которые позволили бы ему владеть поясом главной лиги мира. Прямо сейчас мы об этом поговорим. Хороший партер Ну и первая причина, почему Роман в ближайшее время сможет стать чемпионом, это его блестящая борьба с хорошими болячками на земле. Давайте вспомним, откуда пришел нынешний чемпион среднего веса. Правильно, из кикбоксерской лиги Глори, где борьбы и подавно не было. В первом же профессиональном бою ему показали, что кикбоксинг значительно отличается от смешанных единоборств, уничтожив его на земле. После ему стали давать исключительно ударников, в которых он начал один за одним побеждать. И по такой же схеме он получил титул чемпиона и в главной организации мира. Но рано или поздно ему придется сражаться с реальными претендентами на пояс. И одним из них может стать неплохой борец Роман Далидзе. Только посмотрите, как он заставил постучать Джека Хермансона. На моей памяти такого приема в UFC еще никто не делал. Также и до поединка с Джеком он прекрасно демонстрировал свою борьбу, заставляя большую часть своих соперников постучать. Как я уже отмечал, кто сейчас сидит на троне, в борьбе не особо так хорош. Его даже чистый ударник Израэля Десанья смог несколько раз перевести. Так что тут говорить про базового борца, который также может тебя и вырубить. Но об этом чуть позже. Если бой этих спортсменов состоится, то, как я думаю, Роман сразу же будет охотиться за переводом. Так как другого плана на бой пока против Алекса не придумано. Далидзе, как я думаю, спокойно переведет его на нижний этаж и там заставит постучать. Как рассказывал сам Роман в интервью ютуб канала Капитан Хардкор, в последнее время он сфокусирован лишь на борьбе. И каждую тренировку отрабатывает этот аспект. И поэтому Пирейре в поединке против Романа Далидзе будет ой как непросто. Сила в руках Так, теперь плавно переходим ко второму пункту этого видео, из-за которого Роман в ближайшее время сможет стать чемпионом. Как вы знаете, Роман имеет колоссальную силу в руках. Только посмотрите, как он смог вырубить Хадиса Ибрагима. Я аж вспомнил, и у меня мурашки по телу пошли. Также давайте вспомним его бои против Фила Хоуса и Криса Дакаса. Эти поединки подтверждают мои слова о том, что Роман имеет зверскую силу в своих кулаках. Также он показывал не менее зрелищные нокауты и до подписания в главную лигу мира. Только посмотрите, что за универсал. В борьбе он может тебя запросто забороть, а после сделать болячку. А на руках вырубить наглухо. Будущим оппонентом Романа будет совсем непросто конкурировать с подобным бойцом. Но вы можете сразу задаться вопросом, а почему тогда Роман не показал свою стойку в поединке против Хермансона? Джек без труда в первом раунде перебивал его. И если бы не борьба, кто знает, чем бы закончился бой. И на это Долидзе дал ответ все тому же каналу Капитан Хардкор. Где заявил, из-за того, что у него было мало времени на весогонку. Тем более, он вышел на поединок на коротком уведомлении. И грамотно подготовиться он, увы, не смог. Так вот, весогонка сильно подкосила бойца. И поэтому он показал подобное выступление. Ну вот как-то так. Но согласитесь, когда у тебя в руках настоящая сила, плюс ты имеешь хорошие регалии в борьбе, ты вполне способен стать чемпионом. Так как такими навыками не каждый претендент обладает. А в нашем случае и чемпион не имеет таких навыков, как претендент. Сдержанность Ну и последняя причина, почему же Роман в ближайшее время сможет стать элитой среднего веса и примерить на себе корону, это сдержанность спортсмена. Не каждый боец чувствует спокойствие, когда идет к октагону. Мало кто ощущает комфорт. Большинство бойцов перед выходом сильно стрессует. И зачастую получаются не совсем зрелищные поединки. Но вот Роман отличается от многих своим максимальным спокойствием и уверенностью в своих силах. Он никогда не загоняется по поводу поединка. Он спокойно выходит на бой, делает свою работу и со спокойной душой уходит. Вы спросите, откуда я это все узнал? Все правильно, все с того же интервью Романа Долидзе, где он рассказал о себе все, включая этот факт. Как он сам сказал, единственное, где он дает волю эмоциям, это празднование после боя. Вот там он не может себя контролировать и зачастую орет как бешеный. А в основном, Роман очень спокойный и дисциплинированный боец. И сдержанность его как никогда ему поможет в поединке за пояс. Так как многие из бойцов, когда получают титульный шанс, чересчур нервничают и не особо проявляют себя в качестве претендента. Но Роман это тот боец, который может показать, что он по праву достоин сражаться за титул чемпиона. А кто досмотрел этот ролик до конца, я вам расскажу обратную историю этого всего. Давайте будем откровенны, Роману в скором времени исполнится 35 лет. А как мы знаем, это уже не совсем пиковый возраст. Но это так, чтобы вы просто имели в виду, если он в каком-то из боев покажет не лучшее выступление. Субтитры сделал DimaTorzok